Всем привет! Сегодня я бы хотела немножко поговорить с вами про косоглазие и вспомнить, чем оно различается, разные виды разного косоглазия. Косоглазие бывает, грубо говоря, двух основных видов. Первый вид это рефракционное и связано с тем, что какой-то глаз плохо видит, или оба плохо видят, или один видит сильно лучше, другой сильно хуже, или один видит нормально, другой плохо. Этот вид косоглазия, как правило, содружественный, то есть глазки, в принципе, ходят вместе, в одну сторону, вверх-вниз одинаково ходят, но то один, то другой начинает подкашивать. Лечится это исключительно очками или контактными линзами, и, в общем-то, это давно изученный, известный и такой не очень приятный дефект, но излечимый и не сильно страшный, не вызывающий каких-то больших опасений. Второй вид косоглазия, он более серьезный, и это паралитическое косоглазие, и связано оно, как правило, с поражением нервов или мышц на той или иной стороне. Паралитическое косоглазие тоже бывает как двухсторонним, так и односторонним, но оно более грубое, и оно не лечится очками или контактными линзами, в отличие от рефракционного. Сегодня я бы хотела побольше немножко поговорить про паралитическое косоглазие, на что обращать внимание, и почему это настолько неприятно и опасно. Как все знают, у нас есть шесть экстраокулярных мышц, то есть мышц, отвечающих за движение глаза. Четыре эти мышцы, они довольно просты по названию, то есть это прямые мышцы, верхняя, нижняя и медиальная, латеральная, то есть которые отводят глаз вбок. Соответственно, по названиям понятно, что одни поднимают, верхняя поднимает глаз вверх, нижняя опускает вниз, ну и, соответственно, влево-право двигают медиальные и латеральные мышцы. Они иннервируются своими нервами. Есть дополнительные две косые мышцы, которые помогают нам еще и поворачивать глаз вокруг оси, то есть когда мы наклоняем голову, чтобы глаз при этом сохранял картинку в одном положении. Это очень важно именно для стабилизации изображения. Так вот, у нас есть разные глазодвигательные нервы, которые иннервируют эти мышцы. И начнем мы, пожалуй, с самого простого варианта косоглазия, простого в плане определения, но не в плане именно, скажем так, работы. Это паралитическое расходящееся косоглазие. Оно связано с тем, что у нас повреждается глазодвигательный нерв. Либо глазодвигательный нерв, либо его пучок, либо ядра этого нерва. Глазодвигательный нерв у нас иннервирует сразу три мышцы. Верхняя прямая мышца, нижняя прямая мышца и внутренняя прямая мышца. То есть это движение по вертикали вверх-вниз и движение внутрь в сторону носа. Если этот нерв поражается, глаз начинает уходить наружу, потому что его ничто не сдерживает в плане обратного движения. И при этом перестает уходить к носу. То есть мы не можем посмотреть глазом к носу, но он сам по себе уползает наружу. Это, как правило, связано с поражением нервного волокна либо на уровне уже орбиты, костной стенки орбиты за глазом, либо на уровне ядра. То есть это головные поражения, как правило. Чаще всего такую картинку можно наблюдать у пожилых при инсульте или при тяжелых травмах головы, либо при опухолях головы в области ствола. Второй вариант к согласию – это когда глаз начинает уходить, наоборот, к носу. При этом движется вверх-вниз он нормально, но наружу он уйти не может. Это связано с повреждением отводящего нерва. Он, в общем-то, так и называется, что отводит глаз наружу. Это нерв, который иннервирует у нас наружную прямую мышцу. Один нерв – одна мышца. Все очень логично. Соответственно, глаз не может повернуться наружу, посмотреть в сторону виска. Либо может, но в очень ограниченном диапазоне. И в зависимости от этого мы можем предположить, у нас полное поражение нерва или неполное. Тоже может поражение возникать на уровне самого нерва или на уровне ядер этого нерва. Тоже это характерно для патологии головного мозга, инсультов, опухолей, нарушений кровообращения, различных травм тяжелых. И третий вариант к согласию, который мы можем увидеть – это при поражении блокового нерва. Блоковый нерв у нас иннервирует отдельно нижнюю косую мышцу, которая у нас помогает повернуть глаз вокруг своей оси. То есть она не отводит его вверх-вниз или влево-вправо, она именно чуть-чуть его поворачивает. Это основная функция. Это косоглазие довольно сложно определить, если человек смотрит на вас прямо. Вот сидит ровно и смотрит прямо. А вы этого, скорее всего, не заметите. Но если человек повернет голову на бок, вот тут можно увидеть, что один глаз куда-то начинает уходить. Как правило, в сторону, наверх. И связано это с тем, что поражен у нас блоковый нерв. Видно это. Для этого есть специальное название теста. Тест Бельшовского. Когда мы просим человека повернуть голову на бок и смотреть в одну точку. И в этот момент он как раз может пожаловаться на двоение. Он может пожаловаться или просто сказать, что я некомфортно себя чувствую. А мы при этом будем видеть, что один глаз на поврежденной стороне, соответственно, он у нас уходит в сторону. А что с этим делать и как лечить? Первое, что нужно понять, что патологии такого рода, они не самостоятельные. То есть это все в рамках какой-то более общей проблемы. Либо это какие-то травмы. Если это ребенок, то это могла быть родовая травма, например. Если это взрослый, то надо обязательно смотреть, что у нас на уровне ЦНС происходит. То есть я обычно направляю таких людей на МРТ головы. Либо если мы собираем анамнез и знаем, что у человека уже были какие-то проблемы, мы, соответственно, смотрим, в какой локализации были эти проблемы. Был ли это инсульт в одной какой-то области или в нескольких. Или что-то еще. В любом случае, это не изолированная глазная патология, которую мы можем решить капельками или очками. Да, действительно, частично паралитическое косоглазие можно поправить очками. Если у нас, скажем так, в комплексе идет и нарушение зрения, и косоглазие паралитическое. Тогда оно скорее смешано с паралитическим компонентом. Если же мы видим, что по отдельности каждый глаз видит нормально, но при этом один глаз стабильно косит в какую-то из сторон, тогда здесь лечение может быть только хирургическое. И очень важно помнить, что до полного обследования, до консультации невролога, до МРТ головы мы никакой хирургией делать не будем. Это принципиальный момент, потому что вся наша хирургия связана с тем, что у нас ничего не должно быть из сопутствующих патологий. То есть мы должны знать, что человек не проходит химию или лучевую терапию, что у него не предстоит каких-то других реконструктивно-пластических операций на области головы. И, соответственно, только тогда, если мы понимаем, что все стабильно, инсульт у нас уже прошел, тогда мы можем отправить человека на хирургическую коррекцию. А здесь важно помнить, что в случае паралитического косоглазия хирургическая коррекция не дает стопроцентного результата. Более того, есть ситуации, когда один раз прооперировали человека, неважно, ребенка, взрослого, а глаз снова начал косить в том же направлении. Связано это с тем, что при тяжелых параличах, когда мышца полностью не работает, она не будет выполнять свою функцию, она не сможет ни в каком объеме повернуть глаз. И в этой ситуации нужно либо смириться, грубо говоря, либо искать другие варианты. Есть вариант, когда мы берем пучки других мышечных волокон от других глазодвигательных нервов и подсаживаем на место мышцы, которая у нас перестала работать по каким-то причинам. Это довольно тяжелый вариант вмешательства, но он существует, и им можно пользоваться. Не все варианты хирургического лечения показаны таким пациентам. Некоторым пациентам в принципе не показано хирургическое лечение. Если мы понимаем, что у нас это оба глаза повреждены, например, это на уровне ствола поражение, плюс сопутствующие грубые другие нарушения есть, в том числе, если есть нарушение интеллекта, здесь надо очень аккуратно подходить к вопросам хирургии. Сможет ли дальше человек пройти реабилитацию, носить очки, понимает ли, что мы с ним собираемся делать, или это желание родственников, например, поправить глазик, чтобы было красиво, как это иногда бывает у детей. Поэтому здесь подход очень индивидуальный, и очень важно понимать, с какой патологией мы имеем дело. Предстоит нам еще какая-то работа или нет. В любом случае, косоглазие, это паралитическое косоглазие, это процесс, который требует более тщательного осмотра, более тщательного обследования пациента в принципе, и возможно дальнейшего наблюдения у смежных специалистов, у неврологов, нейрохирургов и других людей. Поэтому очень внимательно относитесь, если у вас, у знакомых, у родственников или кого-то из близких появляются такие симптомы, обязательно им говорите об этом и незамедлительно обращайтесь к врачу, особенно если это появилось внезапно и впервые. Тогда это 100% надо полностью обследовать данного человека. Ну и, естественно, я вам желаю никогда с этим не сталкиваться и быть здоровыми.